Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! У нас продолжается золотой колос и продолжается все тот же день, который был в прошлой серии. И я, друзья, обновил карту. Наконец-таки руки у меня дошли до этого дела, поэтому сегодня есть нам чем заняться. Ну и опять-таки будем продолжать продавать наши урожаи и сегодня-таки покатаемся на паровозике. Значит, а что происходит? На шестом-седьмом поле у нас все еще идет посев. Он съездил за семенами и не хочет дальше ехать. Что началось-то вообще? Все, короче, запустили. На всякий случай я его даже со стартовой точки пульнул. Может, будет работать. Также рис. Там идет уборка. Все еще первое поле убирается, да? А, я начал с 13-го поля. Нет, что-то не так. Я не попал на первое поле. Вот оно убирается. Тут, в общем-то, все хорошо. Также, друзья, я снял с маршрута те, кто возил, продавал джем, потому что, видимо, у меня какая-то тестовая версия стояла из первых, в которых не были прописаны все эти... Ух ты ж, ежик. Не были прописаны товары в поезд, а в нормальной свежей версии они прописаны. Поэтому мы можем спокойно сейчас покататься и попродавать все наше вот это добро. Единственное, у нас много клубники, и в большом количестве она продается на молочном заводе. А на молочный завод надо будет ехать на чем-нибудь не на поезде. Туда не проложенные пути. Давайте посмотрим по складам, что у нас есть, что нам надо продать. Сколько у нас осталось джема? Вообще, на самом деле, давайте мы, наверное, просто загрузим со всех складов, потому что тяжело понять, сколько у нас его осталось. Загружаем джем. Паровозик заводим. Посмотрим, сколько его. И там решим, куда его везти. А, чуть не забыл, пока оно тут грузится. Друзья, давайте еще сходим. Мы в риелторскую компанию. Надо прикупить несколько участков. Сейчас мы туда добежим. Кстати, вот это вот дело... Ладно, сначала продадим, потом посмотрим, что мы будем сажать после продаж. Так, риелторская фирма, дружище. Что нам надо? Во-первых, друзья, я подумал, что надо, наверное, брать Рэпхоз. И потихо начинать там работать. Поэтому Рэпхоз запрос мы делаем. Раз. Во-вторых, участки. Вот этот третий участок напротив коровника, бывший курятник, который называется, он нам тоже нужен. Тоже делаем запрос. По-хорошему, еще бы купить товарные склады, но надо разобраться, сколько у нас будет денег. Поле, может быть, тоже понадобится. Техника нам сегодня еще кое-какая понадобится. Строение будем ставить. В общем, такой вот запросик мы сделали. Все нормально. И поехали, возвращаемся к паровозу. Будем кататься. Рано или поздно нам ответят. Я, в общем, друзья, сейчас загружаю весь джем и мы встречаемся. Поковырялся я тут, помучился, потыркался. Короче говоря, друзья, смотрите, что мы имеем. По поводу продажи клубники. Всю клубнику я свез на восточный тепличный комплекс с этих всех складов. У нас ее осталось 1 миллион 143 куба. Если мы отправим на 9 поездок вот этого пацана, а также наш второй контейнер, мы продадим 810 кубов и, в общем-то, это довольно весело. Поэтому предлагаю так и сделать. 9 поездок, ВТК, загрузка товаров, молочный завод, склад 1, выгрузка и везем мы клубнику. Вперед погнал. А также вот этого пацана. Абсолютно по тому же самому маршруту на 9 поездок мы отправляем. Давай, дружище, погнал. Хотя, блин, ну, топлива тебе должно хватить на 9 поездок. Все будет нормально. Также, друзья, вернемся вот к этому товарищу. Рассада. Засеем клубнику на всякий случай везде. Деньги сейчас есть. Берем 7 поддонов с клубничкой. Там вроде как 96 или 97 процентов. Ну, в 9 утра, да, у нас все вот это вот созреет. В 9 утра ему надо будет засеять. Привязываем это все дело ремнями и отправляем на теплицу ВТК посадка. Он туда приедет, будет там стоять, ждать, пока освободятся теплицы, а потом мы его запустим еще раз. Вот такой вот хитрый план. Ну, и мы, друзья, к паровозику тогда возвращаемся. У нас, получается, загружен сок и загружен джем. Больше у нас всего этого дела нету, по 3 вагона каждого. Немножко они неполные некоторые, но ничего страшного. Поэтому давайте посмотрим, куда мы это все дело повезем сейчас на этом самом паровозике. Джем. 158 кубов можно отвезти в порт, но, наверное, мы поедем на ЖД-станцию. Хотя, кстати, можно и больше отвезти в порт. Можно все 300 отвезти в порт. Бокс номер 8, а бокс номер, да даже 7. В общем-то, пойдет там ценник чуть повыше. 6900. Хотя, с другой стороны, на ЖД неплохо было бы. Давайте еще сок глянем. Сок. Те же самые точки продаж. Почти. Значит, поехали на ЖД-станцию. Бокс номер 4 нас интересует. Блин, как-то все тут плановатенько. Или таки в порт ехать. Ценник-то тут попрекраснее. По 300 евро больше. Хотя, с другой стороны, мы сегодня столько заработаем, что пофигу. Поехали реально на ЖД. Получается, бокс номер 2, бокс номер 4 и бокс номер 5 нас интересует для джема. И соседние пути уже там посмотрим, что у нас будет для СОКа. Заказываем маршрутик на сады ЖД-станции Склады. И, в общем-то, понеслась. Продолжение следует... Пекс, прибываем на ЖД-станцию. Какие нам там боксы нужны были, я уже и забыл. 4, 5, 8, 2. Начнем с 4, 5, конечно же. Это вот эти. Так, встаем ровненько, аккуратненько. И разгружаем первый вагон с джемом. Да, там, кстати, еще у нас одна фура продалась. Клубники там 200, по-моему, тысяч копейками. За это получили мы. Так, здесь места, я смотрю, не сильно много было. Что еще? А, еще клубничка продается. Тоже трактор приехал. Да, 120 тысяч, значит, с фуры было 240. А мы сейчас еще в 4 бокс высыпем немножко джема. За 58 кубов мы 300 тысяч получили. Охренеть, дорогое удовольствие. Причем и сады толком-то не нужны для этого. Но это ладно. Так, выгружаем еще джем. Так, у нас есть 3 миллиона. Значит, товарные склады надо брать. Номинальная стоимость у товарных складов 1 237 миллион. В общем-то, нормальный ценник. Делаем запрос. Даже если будет чуть дороже, вообще пофигу. У нас тем временем продается еще клубничка. Замечательно. А нам нужно продать джем. Мы из одного вагона высыпали. Я что-то уже тут все подзапутался немного. Продвигаемся дальше на пятый склад. На пятый, да, ангар. И высыпаем то, что у нас здесь есть. 674 тысячи с одного вагона. Обалдеть. У нас есть еще немного джема. Поэтому из этого вагона тоже его высыпаем. И давайте глянем цены. Ага, джем весь не влез. Куда его еще можно спихнуть? У нас осталось 70 кубов. Бокс номер 8 и бокс номер 2 по этой линии находятся. Но давайте туда. И туда, и туда придется. Начнем со второго бокса. Выгружаем сколько можем сюда. Остается 6 кубов и их нужно ввести в восьмой бокс. Еще 400 тысяч. Классно. Там еще клубничка продалась. Но мы сегодня будем богатее всех, точнее богаче, наверное, всех богатых. 6 кубов 40 тысяч. Здрасте. Далее, друзья, смотрим, что у нас по соку. Сок, сок, сок. Так, бокс номер 4 туда мы не можем. Бокс номер 8. Сюда копейки. Бокс номер 10 и бокс номер 14 заберут у нас вообще все, что у нас осталось. Предпочтительно начать, конечно, с бокса номер 10. А на самом деле бокс номер 10 заберет у нас вообще все. Поэтому выгружаем туда. А бокс номер 10 у нас находится... Да, надо назад сдавать по-любому. И на другие пути переходить. И, друзья, у нас на балансе почти 6 миллионов. И это не предел. Так, надо вернуться к теплицам, потому что уже 9.09. Что-то я вообще прям завтыкал с этим делом. Да, кстати, я еще отправил Урал, чтобы он купил семена. Потому что будем сегодня много сеять еще. Есть у меня теория, что еще и новые поля у нас появятся сегодня. Не исключено, в общем-то, такое. Так, Сурал у нас засеял клубнику. И можно отправлять его домой. Пускай ей-то паркуются. В 9.09 у нас будет завтра урожай клубнички. И вот, кстати, еще и трактор приехал забрать клубничку. Какая слаженная у всех работа. Ладно, друзья. Наша задача сегодня еще продать немного овощей. Поэтому возвращаемся на сады. ЖД-станция склады с сады. Интересно, а в какую сторону лучше выезжать? Вперед или назад? Поехали, наверное, вперед. Если там не будет гореть красное, значит, выедем. А там, друзья, горит красное. Поэтому едем назад. Итак, друзья. Мы приехали на наш садик. И, в общем-то, загружаем отсюда. В первую очередь увозим томаты. Загружаю весь состав. И мы с вами встречаемся. Смотрим, сколько их осталось. И имеет ли смысл их продавать два состава. Ну и, друзья, закончилась у нас загрузка томатов. На самом деле, есть тут некоторый геморрой с тем, что вроде как один вагон ты хочешь загрузить, но на другом триггере находится другой вагон, и загрузка включается с него. Короче, ладно. Помучился кое-как, и томаты загрузил. В общем-то, куда нам надо ехать? Нам надо ехать на консервный завод, который находится вот здесь. Насколько я понимаю, это у нас сады-элеватор. Маршрут, но все равно придется выехать практически на основную магистраль, на мост. Поэтому поехали. 103 тысячи мы получаем за неполный вагон, и плюс еще 17 тысяч, 120 тысяч за вагон мы получаем. Да, я просто сначала начал выгрузку, а тормозиться не успел. Бывает такое. Подгоняем второй вагончик томатов. Тут всего места осталось на миллион восемьсот, то есть ровно три поезда. Поэтому я еще думал о том, что имеет ли смысл продать потом еще дополнительно, грубо говоря, по два вагона, например, и того, и другого, и третьего. Но, как показывает вместимость этого заводика, склада точнее, мы так не сделаем. Да, вот 120 тысяч получается. В общем-то, друзья, продаю я все оставшиеся вагоны, чтобы вас не томить. И встречаемся уже на садах. Ну и вот, друзья, загружен у нас еще состав с огурчиками. И уже на балансе между тем 8 лямов, кстати. Состав этот будет, увы, не полный, потому что в среднем складе находятся огурцы, оставшиеся. То есть боковых нет. И я не могу в последний вагон загрузить огурцы. Поэтому 3000-3500 литров мы пропускаем. Но это ладно. В общем-то, полетели. 107, 108 даже почти тысяч мы получаем за один вагон огурцов. Ну прекрасно же ведь. В общем-то, друзья, я все это дело продаю. И потом еду за баклажанами. И мы, короче, встречаемся опять где-нибудь там, когда будет еще продажа. И вот он, друзья, последний прицеп баклажанов. Но подождем пару секунд, пока клубника продастся. Последняя клубника, кстати, продается. То есть, ман последний раз уже. Из этих девяти вот как раз продает. Еще потом трактор 30 кубов продаст. И, в общем-то, все будет у нас замечательно. Клубничка продалась. 240 тысяч продаем. Последний вагон баклажанов. За вагон баклажанов мы 125 тысяч получаем. С копейками. Бздынь и готово. 125 тысяч 700 евро. Что, друзья, у нас еще продается? Да. Также у нас сейчас на базе идет выгрузка жмыха. Весь жмых с заводов. За все это время... О, товарные склады. Перешел ответ на запрос. Замечательно. Сейчас пойдем посмотрим. Так вот, с заводов... Что у нас на заводах осталось? Сок мы весь продали. Джем мы весь продали. На маслоэкстракционном заводе был жмых. Мы его отсюда вывезли на базу. Джесси Бишка все это время возила. А также на сахарном заводе у нас было много жмыха. И мы весь его тоже вывезли. В общем-то, если мы посмотрим на склад, то мы увидим, что жмыха у нас на одном складе 496 кубов, на одном 116. Почему они так неравномерно распределились, я не знаю. Но это ладно. Клубника у нас тоже продалась. Последние 10,5 миллионов денег у нас есть. Классно. Значит, много чего купим. В общем-то, что нам осталось еще сделать на паровозике? На паровозике нам осталось еще... Элеватор, 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 элеватор ферма. Съездить и перевезти на переработку рис на элеватор. Поэтому, в общем-то, едем на базу, меняем вагоны, загружаемся рисом. Несмотря на то, что он еще не весь собрался, в любом случае, мы его сейчас на полный состав там хватит. В общем-то, едем туда и высыпаем этот рис, везем. Вот этот товарищ почти закончил. У него осталась последняя вот проходка. Там у нас все засеяно. Также комбайн у нас закончил свою работу. Он молодец. Поэтому с маршрута мы его снимаем. Все вот это вот дело отцепляем. Двигатель заводим. Все складываем. Жатку цепляем. И отправим его сейчас домой. Да, конец рабочего дня, что называется. Ты у нас едешь на парковка-косилка. Эй, дружище, ты куда? Ну да ладно, пофигу, пускай ей так. Если он так больше хочется, пускай ей так. Ты же, дружище. Ты вот этот весь оставшийся рис едешь, выгружаешь на базу зерновыгрузка. В общем-то, дорогу ты, наверное, найдешь, да? И плюс у нас еще соседнее поле закончился здесь посев. Здесь мы сеяли овес. В общем-то, на все три рисовых чека мы сейчас посеяли овес. Овес, друзья, нам понадобится. Точнее, посеяли мы пока на два, но сейчас запустим еще и третью. Третье поле. Здесь мы поставим уже разгрузки и наполнение парковки, чтобы он ехал, потом разгрузился. В общем-то, на одно поле уходит тут 51%, 41% точнее, простите, удобрений и 47% овса, семян. Поэтому доедет он как-нибудь. А также и последнюю проходку закончил у нас вот этот пацанчик. В общем-то, его с работы мы тоже снимаем, паркуем. Да, он очень долго сеял, так что половина поля у нас зашла. Ничего страшного. Такс, народ, пока у нас тут загружается паровоз, приехал и наша возилка приехала. Оставляем ее пока здесь. И сразу же настроим на перевозку зернозагрузка. Паразерский элеватор, очистка риса. Увы, в поезд влезет не все и два раза ехать мне откровенно впадлу, поэтому мы зарядим и автодрайв, чтобы это тоже поделал. Только я не знаю, сколько раз ему надо будет съездить, поэтому вот сейчас мы это и посмотрим. Почти загрузился у нас последний вагон, точнее предпоследний. И сейчас поставим грузиться последний вагон. Так, риса у нас 175 кубов, 157 литров. Отнимаем от этого 94 куба, которые мы загрузим в вагончик. Получаем 81 куб, то есть два раза надо съездить нашему трактору, и весь рис будет перевезен на элеватор. Соответственно, два раза ему и ставим, и он это сделает минут за 20, у него все получится. Ну а мы же тогда садимся в поезд, загрузка у нас завершилась. Едем опять на элеватор. И опять чучух-чучух у нас. Выгружаем, в общем-то, рис. Выгрузка, благо, будет у нас довольно быстро происходить. И сюда приехал трактор, и, видимо, я загрузил ему не тот маршрут. Точнее, опять-таки, не загрузку и доставку, а, грубо говоря, для пополнения семян я поставил штуку. Сейчас мы найдем наш трактор и убедимся в этом. Да, стоит режим загрузка, а нам надо загрузка и доставка. Все, давай, едь. Я часто ошибаюсь на этот момент, но ничего, бывает. Погнали дальше выгружать паровозик. Все, друзья, последний вагон выгружаем, и, аллилуйя, закончили покатушки на паровозике на сегодня. Я, в общем-то, даже как-то и рад, наверное, этому. Немножко я подустал. Но много сегодня на паровозике мы покатались. Сколько мы тут привезли чего? Приозерский элеватор. Много мы привезли. Надо будет сюда пригнать потом со временем. Но, наверное, оно больше дня будет перерабатываться все. В любом случае, надо будет сюда потом пригнать. Другой паровоз, чтобы, точнее, другие вагоны, чтобы все это дело очищать. Я, друзья, уже не сегодня, не в этой серии повезу паровоз обратно. Сейчас у нас еще закончится посев овса на рисовых чеках. Овес нам, друзья, понадобится. Нам еще не пришел ответ по поводу приобретения рыбхоза. А также еще осталось два раза скататься нашему вот этому вот трактору, который отвезет оставшийся рис на элеватор на Приозерский. А в остальном всю работу, по сути дела, мы сделали. И это замечательно. Которую я, по крайней мере, планировал. Поэтому, друзья, в следующей серии, черт, получается, у нас опять будет продолжение этого самого дня. Тоже четвертая серия по одному дню. Это большая редкость. Чтоб так получалось. В общем-то, мы заработали сегодня кучу денег. И в следующей серии будем их тратить. И можете попробовать угадать. Вот кроме того, что я сегодня сделал запросы, что еще мы купим в комментариях. Можете, да, попробовать угадать. На этом, друзья, у меня сегодня все. С вами был Никита Дилой. Всем огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Лайкусики, комментарии тоже не забываем. Если на канал не подписаны, то подписывайтесь. Ну и, в общем-то, всем пока-ки.